здравствуйте уважаемые трейдеры сегодня 30 августа вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании фиба групп студии его ведущий ярослав голобор валютная пара евро доллар так как покупателям удалось закрепиться над уровнем сопротивления 120 40 котировки пары продолжают снижение но активность продавцов остается сдержанной перед публикацией 100 данных по изменению темпов роста инфляции в германии и ввп в сша открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка так как однонаправленного ценового движения нет при этом объемы торгов открытый интерес увеличились среднедневная волатильность за последние пять торговых дней продолжает увеличиваться но и сегодня можем наблюдать всплеск торговой активности на данном этапе все указывает на смену настроений но качественных торговых сигналов на продажу нет а сейчас перейдем к паре фунт доллар укрепление доллара сша а также слабость стерлинга на фоне публикации разочаровывающего отчета по изменению объемов чистых займов частными лицами в британии способствует ослаблению котировок пары открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка так как однонаправленного ценового движения нет при этом открытый интерес сократился даже при увеличении объемов торгов среднедневная волатильность за последние пять торговых дней продолжает снижаться увеличивая вероятность появления мощного ценового движения риск дальнейшего ослабления котировок пары по направлению к уровню поддержки 1.2850 остается высоким а сейчас перейдем к паре доллар сша канадский доллар укрепление доллара сша а также умеренное снижение цен на нефть не позволяет продавцам продолжить снижение что в свою очередь увеличивает риск развития более мощного коррекционного роста открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка так как однонаправленного ценового движения нет при этом открытые интересы объемы торгов увеличиваются среднедневная волатильность за последние пять торговых дней остается ниже среднего значения за месяц но во вторник торговая активность заметно превысила средние показатели говорить о продажах можно будет лишь после возврата котировок под уровень поддержки 1.2500 а сейчас перейдем к экономическому календарю сегодня будет опубликована предварительная оценка темпов роста инфляции в германии а с открытием американской торговой сессии трейдерам необходимо уделить внимание предстоящему релизу данных по количеству созданных рабочих мест от idp а также в сша будет опубликована окончательная оценка роста ввп за второй квартал этого года момент публикации отмеченных стат данных ожидаю увеличение торговой активности евро и долларом сша на этом у меня все благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы фокус рынка а Фибагрупп. Ваша финансовая группа поддержки.